Масштабные акции протеста снова трясут Тбилиси. Очередная волна накрыла столицу соседнего государства. Накануне вечером протесты достигли апогея. Силы оппозиции проводили митинги сразу на двух площадках. У здания парламента собрались сторонники более 20 оппозиционных партий, а на площади республики – сторонники Альянса Патриотов Грузии и Грузинского марша. Участники обеих акций опротестовали провал принятия поправок в Конституцию Грузии, по которым выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной системе. Эти поправки не были поддержаны депутатами от правящей партии «Грузинская мечта». И, как итог, требования протестующих, отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. По мнению экспертов, наши соседи не в состоянии решать свои внутренние проблемы без протестов и революций. И события последних дней тому подтверждение. «Нынешний митинг – это очередной этап попыток оппозиции раскачать власть главного грузинского олигарха и подготовить необходимые условия для смены власти в 2020 году по результатам парламентских выборов. И грузинские оппозиционеры, они прекрасно понимают, что своими финансовыми возможностями и специфическими методами управления Иванишвили добровольно власть не сдаст. И поэтому акцент делается на том, чтобы путём такого уличного давления добиться своих целей». Очередная революция не обходится без громких заявлений бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который призывает к мобилизации все оппозиционные силы Грузии. «Мы не должны упускать этот момент. Все должны быть мобилизованы как внутри страны, так и в эмиграции. Мы должны быть целеустремлёнными и мирно атакующими. Мы очень близки к рассвету». «Сейчас нельзя расслабляться и надо идти до конца. Я в этой борьбе один из солдат вместе с другими», заявил Саакашвили в эфире оппозиционного грузинского телеканала «Нтавари Архи» при включении из Киева. «В Грузию лихорадит. Естественно, страна вновь оказывается на грани раскола и гражданского противостояния. И во всей этой ситуации, конечно же, самую активную роль играет Михаил Саакашвили и его сторонники. Причём, понимая, что в одиночку он не способен победить из-за достаточно такой ограниченной поддержки среди населения, которая не превышает там 20 с чем-то процентов, он активно ищет союзников, проводит встречи в Киеве с другими грузинскими оппозиционерами. Одним словом, идёт попытка создать единый фронт против Бедины Иванишвили. Наряду со сторонниками Саакашвили в митингах активное участие принимает Нину Бурджанадзе. Фессета Семьё стремится прийти к власти». Протесты и революции настолько часты у наших соседей, что их сценарий уже хорошо известен всем. Так же, как и то, что грузинские политики имеют обыкновение переносить внутренние противоречия на внешний фронт. «Сейчас в Грузии за последние полгода, как мы видим, раздвижнулось соревнование в уропатриотизме. И как правящая партия, так и грузинская оппозиция, они соревнуются, прежде всего, на югостинском направлении. Кто делает более громкое заявление, кто какую провокацию выкинет. «И всё, что у нас происходит за последние месяцы вдоль наших границ, включая недавнюю выходку нового грузинского врача, всё это как бы вписывается в русло грузинских внутриполитических процессов. Судя по всему, значит, в ближайший год выдастся достаточно напряжённым из-за того, что внутреннее ображение в Грузии будет только усиливаться». Между тем, акции продолжаются. Развернуты палатки, есть первые задержанные. Всё в лучших традициях революции рос. Оппозиционные силы намерены стоять до победного, добиваться выполнения своих требований. Будут ли они услышаны и как долго Грузию будет лихорадить, покажет время и умение договариваться. Роза Тедеева, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня.